У ступенька входит кошка, а на кошке платье длинное, дорогое платье стильное. Так начался обучающий фильм для совсем юных школьников «Кошкин дом», который помимо развлекательной направленности имел и воспитательные моменты. Именно таким образом сотрудники МЧС решили донести до каждого ребенка всю серьезность опасных ситуаций, связанных с огнем. Ведь слова словами, а наглядный пример всегда кстати. Доказательство тому – эмоции, которые вызвал просмотр у первоклассников, сумевших почерпнуть новые знания. И, несомненно, все то, о чем поведал им мультик. К нам сегодня приезжали сотрудники МЧС. Они нам рассказывали, как надо пользоваться спичками и электроприборами. И что маленьким детям нельзя пользоваться спичками и электроприборами. Спичками пользоваться нельзя, потому что может зажечься дом. Если где-то пожар, например, в школе, то надо доложить дежурному, и он даст звонок. Два коротких, один длинный. Нельзя трогать спички детям и включать газ, пока нет родителей дома. Вторым этапом мероприятия в рамках акции «Молодежь за безопасность» и «За безопасность вместе» стали конкурсы викторины от журнала «Юный спасатель». Игровая форма обучения позволила детям лучше усвоить неизвестные ранее правила пожарной безопасности и проверить уже имеющиеся знания. А главным сюрпризом встречи для первоклассников стали подарки, подготовленные спасателями, пособия с правилами безопасности жизнедеятельности, а также сборники аудиосказок и обучающих мультфильмов. Именно такой способ воспитания в подрастающем поколении ответственности за свое поведение с огнем сотрудники этого ведомства считают одним из самых эффективных. В преддверии зимнего периода в масштабе и страны, и Брестской области проводится акция «За безопасность». И наша главная задача – напомнить не единожды всем нам, и детям, и взрослым о соблюдении правил безопасности, как пожарной, так и в целом общей безопасности. Мы проводим акции в школах, в детских садах, раздаем детям соответствующую информационную литературу и привлекаем внимание наших детей к вопросам безопасного поведения. В рамках республиканской акции с сотрудниками МЧС проделана огромная работа. Они успели посетить многодетные семьи, семьи ветеранов, а также учебные заведения области, чтобы в очередной раз убедиться, что наши граждане готовы к отопительному сезону и знают простые правила пользования с огнем. А впереди новые встречи, которые будут не менее увлекательными и поучительными. Наша главная задача, чтобы вот эта позиция, элемент безопасности постоянно находился в сознании человека. Мы обязаны обеспечить свою безопасность, безопасность близких. Такие встречи несут большое воспитательное значение, потому что, с одной стороны, когда это проводят работники, это, ну, как бы обыденная такая ситуация, да, но когда приходят люди в форме, когда мы детям представляем главного защитника, как мы им говорим, нашего города, нашей области при борьбе с огнем, при спасении людей, помощи в чрезвычайных ситуациях. Ну, конечно, это наглядно, это зрелищно, это запоминается, ну и, соответственно, имеет большой воспитательный эффект. София Бережная, Кирилл Липовик, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.